Сегодня 582 дня я нахожусь под стражей в тюрьме. Это 13 968 часов или 838 с лишним минут. Каждую из этих минут я думаю о том, почему это произошло, кому выгодно представить меня нарушителем, почему следствию и гособвинению выгодно руководствоваться презумпцией виновности. Все, кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признание вины от меня никто всерьез не ждет. Что касается моей работы на протяжении 7,5 лет в качестве губернатора Кировской области. Должен сказать, что мне абсолютно не стыдно за свою работу. Это не означает, что все было сделано или делалось идеально. Естественно, что-то не получалось, были ошибки. Но, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал. Работал по 12-14 часов в сутки. Более 200 дней неиспользованного отпуска. И все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных, корыстных целей. Вообще, для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области. У меня есть опыт предпринимательской деятельности. И достаточно успешный. Чтобы не нуждаться и удовлетворять свои личные запросы и потребности, которые достаточно скромны. Моей целью было показать, что власть может быть другой, нежели ее воспринимает значительная часть населения. Что власть может быть открытой, демократичной, направленной на решение конкретных задач населения, общественных институтов и бизнеса. Именно поэтому я старался вести деятельность, принимать решения, максимально открыто и прозрачно, после многочисленных обсуждений, с учетом всех мнений и позиций. Сейчас у меня одно желание и одна мечта. Быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой, заниматься своими сыновьями. Я действительно много не додал близким людям, моей семье. И это моя ошибка. Увы, не хватало места для тех, кто в этом нуждался больше всего. И чтобы дальше не произошло, я должен эту ситуацию исправить. Для всего этого надо, конечно, здоровье, которое в последнее время сильно поистрепалось. Я прошу извинить меня тех, кто ждал сегодня политических заявлений. Я не хочу этого делать. Я хочу одного, чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. О чем заключение своей речи. И прошу, уважаемый суд, Ваша честь, прошу вынести справедливое решение по моему делу и полностью меня оправдать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok